Дамы и господа, всем зи! Это сэр Холмс, канал благородных сэров и Моровинд! Мы продолжаем его! Не прошло и полугода, ну хотя почти прошло. Ну, вы поняли. В общем, да, были проблемы, но сейчас они решены. И вы можете видеть результат всего перед глазами у себя, если вы помните в предыдущем эпизоде. Ну, можете даже посмотреть. У вас, для вас-то, ну, кто смотрит это подряд, две серии, прошел только миг. На самом деле, четыре с половиной месяца между эпизодами. Так вот, деревья сейчас выглядят нормально. Деревья в Сейлине. Сейлин — это у нас континентальная часть Моровинда. Настолько на восток я еще никогда не забирался. Это, да, я как-то уже говорил. Вот, в чем была проблема. Пересобирал я сборку. Ну, для тех, кто не в курсе, может, смотрит впервые, кто недавно на канале. Вот, сборка. Там рель-ребилд плюс Моровинд-реберф, ну и Моровинд-графико-энд-саунд-оберхол. Проблема была в том, что деревья часть ревитали в небесах, часть деревьев у нас, наоборот, уходила под землю почему-то. Ну, почему? Понятно. Моды конфликтовали друг с другом. Вот, я пришел к кому-то заключению, что это, скорее всего, Моровинд-реберф виноват, поэтому я его выпилил. В сборке у нас сейчас только, ну, сам оригинальный Моровинд плюс Там рель-ребилд плюс Оверхолл. Там рель-ребилд у нас теперь открыл доступ к старому Абингарду, который расположен здесь. Вот это вот полностью проработанная область с квестами, которые мы посетим, постараемся поскорей. Ну, спешить особо не будем, потому что это не в моем стиле. Мы путешествуем спокойно от места к месту. Вот, но будем думать, что наш Аргоша услышал о том, что путь в старый Абингард открыт. Может быть, там были какие-то проблемы между имперцами и местами, что доступ в город был закрыт. Вот, ну, а сейчас он притягивает к себе множество, множество всяких искателей приключений, и мы туда тоже направимся. Ну, и снова вы можете видеть еще, что тут изменились иконки, зелий, заклинаний. Мне изначально не нравилось эта особенность Оверхола, что заменяет оригинальные штуки, типа это портит атмосферу. Но я поиграл, поиграл там 70 серий, да, и позаписывал, понял, что мне не очень удобно копаться в этом всем. И решил тут штуку поставить, мне, в общем-то, нравится сейчас. Потом у нас тут небольшой перегруз, практически это потому, что... Сейчас я покажу, не знаю, почему это решили так сделать, но... Так, подожди. А, вот, да. Ключ к нижним областям Арктанда почему-то стал весить просто 50 килограмм. Проклятые две меры. Почему вы все делаете таким тяжелым? Вот, ну, и еще у меня пропало оружие ближнего боя мое. Блин. Видимо, оно было добавлено как раз с реберсом. Ну, забавно это звучит, если склонять его по-русски. Ладно. В общем, перед тем, как отправиться в путь дальше, я перечитал все квесты, которые у меня есть. Потому что совсем уже, конечно, все забыл. Ну, не совсем, но так. Только в общих чертах помню. Что у нас? Значит, много-много квестов. Но самые такие, которые на повестке дня будут, это... Наверное, вот этот. Да. Одна из местных попросила меня помочь его сыну, который живет где-то там на... В Эвосе. В Эвосе. Ну, он просто на юг. Там что-то какие-то проблемы он с призраками предков испытывает. Потом на местный филиал гильдии магов я работаю, чтобы принести им всякие корешки. Корешки рогатой лилии и цусимских цветов по 20 штук. Это, конечно, тисмо комбай, но я их называю цусимские. Так, короче, смешней. Вот, если с лилиями у меня все в порядке, вот цусимских у меня маловато. В общем, я в Сейлин как раз и пришел, потому что вот меня направили сюда, что тут есть фермерский магазин, но мне тут отворот-поворот дали. Сказали, нет у меня такой дряниц совсем, что ты с дубу рухнул. Куда-то они мне советовали идти, я уже забыл, надо еще раз переговорить. Ну и, в общем-то, это все пока. Эти квесты у нас на повестке дня будут. Вот, там еще в Акаморе нас просили до ядра пауков повыпиливать, но Акамора у нас осталась где-то здесь. Да, кстати, с миникартой тоже проблема. Ну, с миникартой. С картой мира возникла проблема, что часть исследованных территорий, ну, большая часть даже, почему-то теперь стала не исследованной. В том числе некоторые локации, но это не проблема. Будем думать, что наш персонаж тоже, ну, просто ушел в запой в сейлине, сказал, нафиг мне это все надо, все эти торочества и прочее, дрянь тяготит мои плечи. И забыл тоже часть всего, что происходило. Ну и будем двигаться, наверное, на запад в сторону, ну, старого Эбенгарда. Тут у нас новый. Ну и надо приобрести, наверное, оружие какое-то. Тут как раз кузнец. Посмотрим, что у него есть. А то не солидно как-то. Здорово. Ну, я тут с ними уже говорил, в общем-то, обо всем. Так, мне нужно что-нибудь короткое, но... Это... Какой-то урон совсем уж маленький. Вот здесь короткое. Ну, мне тоже так себе. Это все. Обычный, даже неинтересный уже. Длинные. О! А вот это, кажется, его фирменные какие-то штуки. Ослепление, отравление, тишина, деморализация. Десять тысяч. Блин, кругленькая сумма. Ну, у меня, в принципе, есть что поменять. Вот посох я, наверное, не буду его использовать. И он не выглядит каким-то уникальным. Давай меняться, типа. На самом деле, у меня еще кое-что есть. Вот этот щит, вот эта штука. Так, ну это, конечно, все хорошие вещи. Не хотелось бы. Ну, да, пожалуй, так. Чуть сбавь цену-то, че ты, как ты, родной. Вот так вот. О, ничего себе. Ну, давай так где-нибудь. Ай, блин. С партером как-то они... С партером как-то они нет. Менее охотно идут на торг, в общем. А, да, еще лишнее зелье. Вот тут же у нас... Да. Паун Браукер. Это Ростовщик, что ли, называется? Переводится. Даже не знаю до сих пор, как переводится. Паун Браукер. Наверное, Ростовщик. Ты же купишь мои зелья дурацкие. Всякие вот. Вот это хорошее. И ох. Это артефакт. Блин, такие тяжелые. Невидимость на 2 секунды. Ой, ужас. Вот это вот хорошее. Становить силу, силу воли. Левитация, несомненно, тоже хорошая штука. Да, вот эти крогатые лилии. А вот сусимские цветы. Надо еще 15 где-то нарыть. А, еще книга у меня какая-то лишняя была. О, вот. Я просто так инвентарь пересмотрел перед тем, как серию начинать. Хотя бы знать, что у меня в карманах-то лежит. Но этот ключ я, наверное, оставлю пока арктант. Он все-таки уникальный, такой крутой. И если будет проблема с перегрузом, все-таки встречу с ней, то тогда уже буду думать что-нибудь. Смотри, какое. Да ты что, я знаю, что я чушь и странец. Так, где у нас тут цветочник-горшочник-то живет? А, о, как раз угадал. А, так вот это уже получается ее заведение. Или его. Ее. Так, вот рогатая лилия и сусимские цветы. Ммм, говорит. Давненько я их уже не встречала. И не рассчитываю видеться с ними в ближайшем времени. Они довольно-таки орнаментальные какие-то растения наряду с остальными. И обычно мы покупаем их у флориста в горне. Или прямиком из садов в Альмалексии. Ну, до туда ты, наверное, быстро не сможешь добраться, думаю, да? А ты был в Бессандрионе? Это первое место, в которое я бы пошла на твоем месте. Ну, в окрестностях. Ну, что это? Бессандрион это древняя крепость Индарил. Ее единственное, которое, ну, сохранилось. Не была разграблена с тех времен. А. Ее сады одни из самых замечательных. Моровинди. И я думаю, что они торгуют с иностранцами. Не уверен, правда, что ты сможешь там получить все, что ты хочешь. Потому что количество, в которых ты ищешь вот эти вот цветы, весьма необычное. Но ты ведь, наверное, все равно не хотел быть и с пустыми руками. Так как пройти-то туда? Иди по дороге на Альмалексию, на юг. Потом на запад. Это, видимо, дорога так будет вихлять. Пока не прибудешь к реке Оретан. Как раз перед Драйнимом. А там дорога поворачивает на юг, снова на юг. В этом месте поверни, наоборот, на север. Так, прийти к реке перед деревней и повернуть на север. Когда дорога повернет на юг. Просто вроде, да? После этого ты должен прийти куда-то в окрестности Бессендриона. Вот. Понятно, ладно. Сколько, кстати, времени? Семь вечера. Ну ладно, пойдем, наверное, на ночь глядя даже. Че нам, Арганианам? Это мы на юг, да, как раз пойдем так? Да, на юг. О, кстати, отметились Горн. Если что, в крайнем случае, пойдем сюда. Бессендрион тоже. Ну, кстати, он так неплохо расположен. Относительно старого бенгарда, в который я хочу сходить. Так, тут какой-то форт есть еще. Кстати, я так вспоминаю, тут что-то рассказывали про какую-то имперскую легионершу, которая себя неподобающим образом ведет. Может, здесь что-нибудь я смогу узнать. Как-то, кстати, у них тут... Бедненько, я бы сказал. Такой форт, толстющие стены просто, и две башни, все. Вот. Я не знаю смысл вот этот кусочек земли вообще защищать. Может, было проще башни построить без системы. Ну, или вот, вот вы охраняете стол, чтобы играть в кости можно было. Она открыта мне бей-кузницу, да? Ну, наверное. Как-то такой утыканный. Кстати, стрелы надо нацепить на себя тоже. А-то чё и ты. А, у меня же теперь есть клинок. Клинок. Я даже не посмотрел, как он выглядит-то. Вот его на быстрый слот назначить. Отлично. Тихо-тихонюешь, я упражняюсь. Выглядит неплохо. Похож на адамантиновый, да? Прямо приступ ностальгии по всем этим коридорам. Я когда в первый раз проходил Морровинд, у меня было лет 11. И для меня это было так необычно, что можно зайти в любой дом, в любую крепость. А в любой крепости тут какие-то складские помещения, и в складских помещениях можно найти ящики, в которых оружие хранится. И можно его взять и пользоваться. Так, я офицер имперского закона, не отвлекай меня от моих. Я имперский страж, я ничего не хочу знать, у меня лапки, говорит. Понятно с тобой всё. О, вот такие вот места мне нравились. Правда, в этих что-то пустынно. А может в том ящике в дальнем что-то есть? До него не так-то просто дотянуться. Вот вроде это был он. Так. О, кстати, да, новая музыка есть ещё у нас. Там реально грибил предполагает добавление музыкальных композиций нескольких. Вот я решил на этот раз их добавить. Это что такое? Похоже на сухарики или на опилки. О. Нормально. Надо чуть-чуть хотя бы взять. Ну, грех, столько стрел тут и не взять хотя бы часть себе. Чтоб ровненько 50 было. Нормально. Надо не забывать своё призвание воровское тоже. Теперь путь только наверх. Тут вообще какие-то будут интерьеры? Мне интересно. Пока что всё только башни, башни. Может это просто специально так сделано? Чтоб захватчики не могли. Да, вот оружие как раз хранится. Вот, смотрите, короткий меч можно было даже не покупать и при... О-о-о-о. Ну, какое вино волчьей крови. Просто высосать удачу, но укрепить здоровье и выносливость. Красный. Вино братьев сюрели. Атомики есть? Атомики нет. А вот это вот отстойное винище. За 15 рубас. А вот это, кстати, отлично. Гоя и сердеческий бренди. Только положительные эффекты дают. Хороший алкоголь. Солёный рис. Надо догнаться. Где там самое плохое? Винище остальное продам. Вот это, да? О-хо-хо-хо. Как опасно употреблять алкоголь в мире, Морровин ДД. Сразу начинают какие-то колокола в ушах стучать и звёздочки летать. Интересно, есть мод, который это убирает? Ну, я уж, наверное, не буду... Пытаться... Добавить ещё каких-то модов. Хотя я стал довольно-таки... А, вот, смотрите. Вот, что сюда. Похоже на интерьеры. Довольно набрался опыта неплохо в установке модов. Можно свой гайд делать. Кстати, почему бы и нет. Попробовать русифицировать, может, и он. Ясно, что получится. Ладно. Офицеры имперского региона, двигайтесь. Двигайтесь, что надо тут смотреть, говорит. Даже тут есть торговцы у них. Что у нас? О, поговорить можно. Как дела? А, вот. Цинья Андассия. Андассия. Цинья, Цинья. Она у нас тут главный офицер в форте. Её квартира находится наверх по ступеням. Понятно. Как дела-то вообще у вас? Слухи какие ходят. А, опять там про прощество нереварено. Типа, да. Храм разволновался по поводу... Типа, думали, что это ерунда. Сейчас как-то серьёзно относятся. Купи мои товары, и всё будет нормально. И у меня будет хорошо. Так, кузнечное дело берёт концентрацию, да и не сконцентрироваться. Ну, это я всё знаю. Что там за презервирование мира? Множественные силы угрожают миру в Моровинде, а регионы его держат в порядке. Верадол Делва, сон Лорд Сейлина. А, да, я помню. Там у него какая-то история даже есть особая. Типа, вроде, что ли бывший ординатор был или что-то такое. Извините, страна. Моя время短い, так что идёте с ним. Это можно бы и побольше сделать. О, какая фигурка персонажа большая. С ума сойти, дайте развернём просто на максимум всё. Полэкрана будет моей, полэкрана будет их. Кстати, эти окна в Моровинде, они, по-моему, ведут себя даже лучше, чем окна в Минде. Тупо. О, можно вниз пойти. Ой, у меня аж могут увидеть, нет? Тут даже он стальные всякие доспехи. Играя из-за какого-нибудь там наёмника, который тоже неотягчённо совестью, да? И воруй у них тут. Ну, музычка, в общем-то, приятная. Какой же мой шлем? Это что за ключ? Ключ от тюрьмы, ага. Сундучки? Ну, как же я могу пройти мимо? Давай, это что ли? Закусить вино-то надо чем-то. О, мешки. Пустые. Так, а тут что у нас? Баламус арте. Арте. Ну, давай. Не говори мне, что ты пришёл глотить. Глотить. Не понимаю, о чём ВСР. О, а тут наш друг Тирканьянин сидит. Ну-ка. Ты пришёл освободить меня? Конечно, иди. Ты должен найти ключ от этих браслетов. Ай. Ну, от браслетов я как тебя ключ должен найти. У кого они вообще существуют в игре? А тут тюрьмы ключ я вижу. От браслетов, блин. Соси лапу, друг. К сожалению. Так, а это что за безобразие? В общем, светилище закрыто. О, я смогу такое отмыть. Ого. Можно. Сильвестр, вы что тут сидите в одиночестве? Ага. Побухиваем. Ты смотри, какой. Безобразие какое. Прикидывается, что читает тут историю империи. О, какая сабля. Чё ты тут делаешь? Могу я рассказать тебе про имперский культ. Распространяет восхваления и сервисы девятерых в имперских святилищах по всему Барденфил. Ну, я не хочу нагружать тебя какими-то сложными темами на самом деле. О, я, говорит, целитель. Благословление. Эранд, что такое? А, это поручения какие-то можешь напросить. Слухи. То же самое, говорит. Понимаем всех, говорит. Бекончик. Если направляешься куда-то в всякие местности пересеченные, ты должен взять зелье. Блин. Может, что-нибудь новое интересное скажете? Просто я, ребят, почему эти проверяю реплики каждый раз, потому что в зависимости от местности, от поселения, они могут быть уникальными для поселения, для местности. Почему-то твое, кстати, вот, светилище выглядит таким непонятным, с паутиной, закрытым и с разбитым бутылкой. Почему ты сидишь тут закрытой во тьме? Так, пусти. Ну, пусти. Пусти. Обычные стражи, тут казармы, по сути, ничего интересного. Ты видишь, необычно для имперского бренди. Ну-х, ты стоишь тут, а? Ты должна быть новенький, брат, все, че. Как могу тебе помочь? Я Мотос Сарэм, мастер над оружием и чемпион имперского легиона. Я был рожден в семье Сарэм, здесь, в Саилене. Это довольно такое уважаемое наследие, можно им гордиться. Я в этом уверен. Но, мое будущее они видели просто как какого-то низкого стражника в доме Индарил для меня, да. Я знаю, что у меня есть таланты и навыки, чтобы достичь более высоких позиций. С большей степенью власти и чести. И я не хотел бы, чтобы вот это мое наследие оградило меня от быстрого продвижения к славе. Ишь, какой шустрый парень. Я, в общем, склонил колено перед легионом, зная, что это лучшее решение для меня. Ну, красавчик, красавчик. А что тут у вас с этой дамой? Синяя. Синяя. Синяя, точно. Так, так, так. Ну, ничего нового, по сути. Да, давай, вот это вот все. Прокламации всякие, защиту прав, собственности. А, да. Имперский легион. Вловит всяких аболиционистов. Это все немного лицемерно. Как ты не думаешь, а кто такие аболиционисты? А, с тобой нельзя про это поговорить. Это даже совет. Эксперты в определенных торговлях. Трейдс. Или что это? Ну, такое. Ерунда. Так, две криминальные гильдии. Камона Тонг, местный синдикат, и гильдия воров, имперские наследия. Камона Тонг принимает только данмеров. А, а, а. То есть, если играешь за данмером, можно вступить туда. Камона Тонг покрылась. Вытеснить всех чужестранцев. А, ну. Местным данмером нужно только вступать. Понятно. Если бы я играл за данмером, я бы тоже был не местным. Так. Тут, наверное, у нас покои. Командующий. Командующий. Командующий, то есть. Пусть я ищу. О-о-о. Я смотрю на посту скучного. Как правило. Видимо, тут совсем, ребятам, заняться нечем в этих краях. Есть. Есть. Вот, судя по всему, и она. И тут тоже бутылки разбиты всякие. А еще прикидываются интеллигентными книжек. Проставили тут. Снежанна. Привет, друг, говорит. Хорошая встреча, органьянин. Новое лицо. Это всегда приятная возможность. Ты кто? Я. Синяя Андасси. Рыцарь-защитник имперского региона. Так, моя семья одна из... В общем, какой-то важной семье принадлежит она у нас. Из имперцев, которые находятся в Неси Родила. Вот как-то так. Наша власть распространяется на самые опасные локации. А, я понял. Я, кажется, догоняю. Вы тут просто запиваете стресс, да? Тут, наоборот, очень некомфортно вам. Всякие великие болота на юге, вдоль берегов моря призраков. И в самом сердце им дарило. Наши самые великие успехи... Были все запилены в Морровинде. Я надеюсь... И что я продолжу это наследие. Да, как тебе, Морровинда? Да, это у нас... Родина Данмеров. Ты молодец, ты знаешь. Так, а у них нет никакой реплики-то уникальной. Все, вообще то же самое говорят. My trade. Мое занятие. Я рыцарь. На западе тебе нужна лошадь и земля, чтобы стать рыцарем. Но здесь у нас лошадей нет. И все, что тебе нужно, это хорошая броня, хорошее оружие и навыки, чтобы использовать их. Я предпочитаю сражаться с топором и щитом. Так как я живу бок о бок с моим оружием, так сказать, Мне приходится очень внимательно следить. Или как-то... Очень трепетно относиться к грани между убийством и убийством. Ну, между просто убийством и разбойным убийством, как-то так. Что правильно, а что неправильно. Придерживаясь имперских традиций, Обычное убийство, это... Оно как бы оправдывается на войне, при самообороне, защите собственности. И в случаях защиты чести. Ага, другие убийства, как считаются... Блин, просто в английском языке killing и murder, это разные понятия. Killing, это... Ну, kill, это убить, что-то более обездушенное такое. Просто берешь какой-то объект или субъект, И меняешь его статус с живое на мертвое. Вот так, да? А murder, это что-то такое страшное. То есть, совершаешь убийство именно по отношению к человеку. Что-то противозаконное, противоестественное. Вот, небольшая такая... Аримарочка. Так, в общем, остальные убийства считаются вот... Мародерством, так сказать. И они наказываются вот всякими штрафами и компенсациями. Так, а что там за... Особые случаи, такие защиты чести. Так, местные... Как-то местные. Ну, местные, да. Данмеры и имперцы. И те, и другие почитают. А, ну, если им бросили вызов, то надо защитить свою часть и ответить на него. То есть, это причем не будет считаться чем-то незаконным. Дуали разрешены, в общем. Так, что у него можно чего-то такого спросить? Некромантия, может, что-нибудь скажет. Ну, ничего такого. Так, про браконьерство может что-нибудь, про контрабанду. А это самое недоходное и опасное... В общем, из занятий в Орденфеле, так проще сказать. О, что-то интересное говорит про мэра, про местного. Верадул Делваз. Кстати, да, у них, скорее всего, Данмеров уже на последний слог ударения ставить стоит в фамилиях. Так, он правящий лорд в этой местности. Индорилский лорд. Ты думаешь, он стал бы искать каких-то дипломатических отношений со мной? Ввиду того, что я представляю Легион. Ну, мы просто встречались пару раз. И каждый раз по моему запросу. То есть, ну, ты думаешь, что у нас могут быть какие-то там отношения дипломатические, да? Короче, как-то все. Мутно. Да не говори. Блин, ты только глянь. Опа. Смотри, кто тут у нас тут. С остцами светит, стоит. Что здесь? Гарри, Гарри. Привет. У него даже имя, похоже, Вивул. Верадул. Ты кто? Я-то? Я просто... Эк... Эк... Эйс Куаинтенс. Эйс Куаинтенс. Я, не знаю, друг, наверное, командира местного. Несмотря на то, что местные могут подумать... Наши отношения намного более формальные, чем ты ожидаешь. Ну, понятно. Я все-таки понял. Наверное, с Верадулом, Дельвасом тоже у них отношения формальные, да? Совершенно. Что там про синюю-то скажешь? Она... Почтенная, интеллигентная женщина. С умением выбирать лучшую компанию. Джейнерус. Великолепная такая. Так, что ты делаешь-то вообще? Ты кто по жизни? По жизни? Ну, ты можешь... Говорить, что я... Предоставляю свою компанию за монеты. Если понимаешь, о чем я. О, да вы куртизан, сэр. Я даже не знаю. Что мне с тобой еще можно поговорить? На, вот эти вот темы, он тоже какие-то общие фразы отвечает. Бессмертные скандалыусы какие-то. Алкоголь. Так. Выяснилось, что алкоголь может... А, заставить делать... Самых правильных людей, самые неправильные вещи. А то, наверное, уже отсылочка какая-то к тому, что тут происходит. Ладно. Как-то мне тут неловко, ребят, с вами на самом деле. Какой-то форт алкашей, я не знаю. Синий форт. Синюшный форт. Пойду. Нет, не так. По-нормальному спущусь. У меня, кстати, всякие заклинания есть. Это тишина, ловушка душ, глаз ночной. Я, кстати, поменял там кое-что в настройках мода. Сейчас... В целом, поярче картинка, посветлее. Что это такое? Это все нормально, не переживай. Но... Ночной глаз все равно не помешает кастовать. Тем более, что надо прокачивать иллюзию. Это все-таки классовый навык. Ну вот, двигаем дальше на юг. Там где-то деревня еще должна быть. Не пропустить бы ее. Вот пока... Путешествуем по каким-то новым местам, то я быстрыми путешествиями не пользуюсь. Так, это шахта Квама. Так, что по указателям? Сейлин. Форд Умбермолт. Амбер. Наверное, Амбер. Энамор Дейн. Басмора. А это куда ведет? О! В руинке. В руинке я бы сходил. Но не сейчас уж. В следующей серии, может... О, какие цветочки, смотрите. Это нам пригодится для алхимии. Рабы патрулируют даже ночи. Так, а может, это оно и есть. А, кстати, почему еще я выпилил Морренд Реберф? Он у нас изменяет ландшафт оригинального Варденафела. Из-за чего нельзя добавить травку. Травку нельзя добавить. Это очень меня расстраивало, что пейзажи очень голые. Здесь они остаются голыми, потому что травка не предусматривалась ни разработчиками... Тамбрейд Ребилд, ни разработчиками Оверхола, потому что Ребилда тогда еще не было, когда последняя версия Оверхола вышла в одиннадцатом году. Вот, поэтому тут травки нет, но это компенсирует с всякими кустиками, плантациями. Но зато вот, когда вернемся на Варденфелл, там будет растительности побольше всякой приятной. И вот это для меня важно. Травку я люблю в играх. Какая дама. Страсти. Странно, странно. Уходи, оставь нас в покое. Подожди, ты... Прости. Я приняла тебя за кое-что другое. Сэра, нам нужна твоя помощь. Нам? Мой хозяин, Дурам Балвел, пусть будет Балвел, он его преследует. Это происходит уже неделями. Раздаются голоса из ниоткуда. И раздаются стуки всякие в дверь посреди ночи. На прошлой неделе возник призрак в подвале. Каждую ночь. Он просто отлетает там, завоевает холодными воплями, шепчет какие-то непристойности. И просто не уходит без Дурам. Мой хозяин, он внизу прямо сейчас. Слушай, а это не вы ли, ребята? А, точно, вот. Так. Я говорил с Итаси Балвел. Как насчет того, чтобы я разобрался с этим всем. Так, Итаси рассказала мне о ваших отношениях с ее сыном. Я не думаю, что я хочу принимать участие в этом. Просто сразу заднюю. И тут просто... Я не думаю, что... Лол. А смысл тогда был вообще мне соглашаться на это? Ну. В общем, первый вариант. Ну, спасибо тебе, сэра. Ты по-настоящему добр. Ах, конечно. Ну, вот ключ от подвала. Так. А почему у тебя парень твой там в подвале заперт? Это что? Суп из октоплазмы? Ах ты, давай. Оп. Каэдди. Позор, позор, позор! По ночам, да, он возникает. Ну, здорово, че? Ну, как-то вы, я смотрю... Не сказать, что смущены друг к другам. Моя мать послала тебе. Что ж, если она верит тебе, то я поверю тебе. Возможно, ты поможешь мне с этим всем. Это все. Это началось несколько недель назад. Сначала это был повторяющийся кошмар. Но потом появились голоса и фигуры в огне очага. Шаги, которые возникали с закрытыми дверьми. Ладья, она подумала, что это какое-то зачарование, колдунство злое. Но я знаю, что это все пути наших предков. Ах, ну да, у вас данмеров же с предками всегда какие-то непонятки. Мамаши и папаши следят пристально за своими чадами, да? Так. Они говорят только тогда, когда они имеют, что сказать. Мы надеялись, что сможем успокоить их. Ну, что они успокоятся. Но потом появился призрак. Просто вообще призрак. Ну, ты не обращай внимания, говорит. На него он нас не навредит. Он тут просто, чтобы напомнить мне. Напомнить? Это все из-за Ладьяны и меня. Мы близки. А предки этого не одобряют. Они хотят только хорошего для семьи Балвел. Но я полагаю, что... Involvement. Мои отношения. Пусть будет. Мои отношения с рабыней. А женщиной с родилкой. Это... В общем, расходится с их понятиями хорошим. Я молил столько много раз, но они своего мнения не меняют. Этот призрак, он не уйдет отсюда. Wretched Ghost. Wretched. Это что-то типа... Ну, умерший там, разложившийся... Старый там вот такое. Покоцанный. Покоцанный пусть будет. Ну, типа... Это подчеркивает как бы его ветхостью, так скажем, слова. Wretched. Не могу точно подобрать аналога в русском. Хотя он есть, наверное, и плохой английский. Так. Я бы сходил в нашу усыпальницу семейную. Чтобы побеседовать со всеми нашими праотцами. Но я боюсь, что они уже меня оттуда не выпустят. Но я могу сходить, чё? Ты получишь мою вечную признательность, цера. Я не богатый человек, но я отдам всё, что имею. Если ты сделаешь это, ну, или запомни мои слова, что-то такое. А там есть что-нибудь ценное в гробнице? Это скромная гробница. Но там есть кое-какие наши клановые вещи. Как член самого такого недавнего живущего поколения, технически я имею власть поступать с ними, как я пожелаю. Если я подарю их тебе, моим предкам это не понравится. Но они не смогут как-то повлиять на моё решение. Так что я разрешаю тебе взять всё, что ты захочешь оттуда. Ну, вот это звучит справедливо. По рукам. Я в большом долгу перед тобой, сэр. Возьми это кольцо. Это наследие. А, ну оно само по себе не очень ценное или бесценное. Ну, наоборот, такое как бы бесполезное. Одно, оно дарует тебе безопасный проход в нашу усыпальницу. Гробница Балвел. А, неподалёку отсюда. По дороге на юг. У меня по пути. Если я не ошибаюсь, тебе нужно будет найти призрак Эрваси Балвел. Кстати, он как раз тут стоит, да? Нашу старейшую матриарх. Это да, понятно. Если она там всех и держит за яйца, то это она. Да, интересная история, кстати. Я, говорит, просто шахтёр в яичной шахте. Понятно. Я-то думаю, что тут так... Я понимаю, что это всё стрессово для тебя, парень, но я тут впервые, так что... Как тут вообще вывозь это вас? Это маленькая шахтёрская деревня с обычными домишками, кузнецом и, конечно же, шахтой на востоке. А, ну я её видел, да? Это место частично принадлежит Бералдасу Рурвину. Он живёт в соединении. Ох уж ваши имена, эти божечки. Слухи, совет, всё то же самое. Плайтед Квин. Хочешь вылечить заражённую королеву или матку? Но у тебя нет заклинания извлечения Мора. Тогда тебе нужно купить кое-что у Тейрира Блесен. А, ну вот такой-то, 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 такой-то свиток. Вот такой вот именно, а не такой. Они извлечают тебя. А Дейрир Благослов... А, Дейрир Миракл, он извлечает тебя. Дейрир Блесен, он действует на цель. Вот. Попробуй вот этого дядю, Форт Мумун Мот. Ой, так это же, наверное, Варденферри, ребят, вы чего? Да. Ну вот это вот, ну, косячок небольшой. Эти вот такие шахтёры обычно, они вряд ли, наверное, должны знать вообще про каких-то конкретных личностей, которые обитают в Варденферри, которые довольно далеко вообще на запад находятся от них. Ладно. Так, я шахтёр, скрипское желе, но это мы всё слышали уже. Да. Интересно. Ладно, давайте на этом закругляться, в следующей серии тогда продолжим по этому квесту двигаться. Интересная история, да. Ну и может там двумерские рынки посетим, посмотрим. В общем, с вами был Сэр Холмс, Моровин, был рад к нему вернуться, канал Богородных Сэров. Спасибо за ваше внимание, что ждали, кто-то ждал давно, я знаю. Был рад этому, что вам не безразлично. Пока. Сэр Холмс там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok